Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег. Мы продолжаем серию видео по поводу главного ресурса тела. И как-то немножко мы так отклонились в разные другие места. Ну, в том смысле, что мы, может быть, не всегда касались темы именно напрямую сосудов, капилляров. А сейчас мы увидим, что то, о чём я расскажу, прямо напрямую бьёт по нашим капиллярам. И очень сильно по здоровью в целом. Мы говорили про лектины. Лектины – такие вещества, которые есть в растениях, которые негативно влияют на наш организм. Хотя к каким-то лектинам кто-то менее восприимчивый, кто-то более восприимчивый. В общем, дело такое индивидуальное. Но есть один лектин, который невероятный. Он просто чудо природы. Имя ему АЗП – агглютенин зародышей пшеницы. Агглютенинами называют вещества, вызывающие агглютенацию. То есть, склеивание частиц и выпадение в осадок. Ну, такое общее название. Они склеивают клетки крови, там бывают частицы, склеивают какие-то вещества. Склеивают клетки крови, и они выпадают в осадок. Бактерии могут склеивать, другие частицы какие-то. Но не этим страшным АЗП. Хотя он называется агглютенином. Где он содержится? Содержится в злаковых культурах. Пшеница, рожь, овёс, ячмень. Всё. Видите, здесь нет гречки, нет риса, нет пшена. А вот спрашивали меня про булгур, не могу сказать. В общем, это разновидность пшеницы, видимо, там тоже эта проблема есть. Во-вторых, вот он содержится здесь. Он демонстрирует нам странную природу происхождения этих культур. Если тут всё, живой мир заселяли инопланетяне, то они просто не учли какие-то моменты эти. Знаете, несостыковочка, когда разные группы пишут одну программу, и какие-то бывают несостыковочки. А если, значит, у нас природа развивалась тут сама собой, то всё равно к этой пшенице, кроме, ну, к этим злаковым, и к этому ОЗП, кроме инопланетян, ничего на ум не приходит. Потому что, ну, вообще, в своё время наш соотечественник, Николай Иванович Вавилов, объехал больше сотни стран. Просто по всем контингентам он проехал. Он собирал богатейшую коллекцию образцов семян растений. То есть, он хотел для нас, для будущих потомков, зафиксировать и собрать эту коллекцию, значит, чтобы у нас было представление, чтобы можно было сделать анализ, как, что, куда, какие культуры перемещались. Но ему не удалось найти историческую родину пшеницы. При этом есть несколько видов пшеницы, которые не отличаются почти ничем визуально, но имеют очень разную генетическую природу. В этом смысле пшеница вообще разрушает всю идею эволюции. Но, тем не менее, выяснилось, что вот этот белок АЗП есть у каждой пшеницы. У них там по разной количеству хромосом у пшеницы. Столько, столько, столько. То есть, представьте, это просто вообще разные виды. Ну, там, мы же знаем, что у нас человек только с изменением, только в одной хромосоме, родившись, он становится неполноценным. Вот это вот, там, дети дауны, да. Ну, там, не доживает там до какого-то нормального возраста. Пшеница вся одинаковая. Одинаковый примерно продукт. И в каждой есть АЗП. Значит, как выяснилось, животные, несмотря на то, что они жили на этой планете, и, видимо, там как бы поедали же растения, должны были генетически как-то трансформироваться, привыкнуть к каким-то веществам, значит, или, значит, как-то приспособиться. Но у животных нет механизма расщепления этого АЗП. То есть, животные точно так же страдают от пшеницы, как и мы. АЗП не разрушается ничем. То есть, ни кастрюля, ни скороварка, ни сковорода, ни брожение, ни ферментация ничего не может разрушить этот белок. Он всегда остаётся. Даже пропионово-кислые бактерии, вот мы говорили, они защищают изнутри, да, значит, стенки желудка. Они не могут ему противостоять. Он проникает внутрь организма и вредит. Чем он вредит? Почему он так вреден, да? Ну, вы поняли уже, что бы вы не ели из пшеницы, из ячменя, то пиво, например, из ячменя делают, да, что чем бы это ни являлось, квас даже, везде будет АЗП. Что он делает? Значит, он имеет сходство с инсулином, с человеческим инсулином, с коровьим инсулином, то есть, он вредит многим животным, да. Значит, в чём функция инсулина состоит? Вот есть клетка у нас, и инсулин, такой белок, который присоединяется. Есть специальный такой порт для этого инсулина. Ну, вообще, как бы для… Инсулин – это гормон. Что такое гормон? Гормон – это сигнальное вещество, буквально посланец с какой-то командой. То есть, это просто сама эта молекула, этого гормона, это и является посланием, да. То есть, это просто идёт послание, приказ, команда. Инсулин присоединяется к клетке, к порту этому информационному, присоединяется, даёт клетке команду забирать в себя глюкозу. И, соответственно, клетка дальше глюкозу перерабатывает в энергию, окисляет её, вот, и клетка развивается. Потом отсоединяется этот белок, инсулин бежит к следующей клетке, следующий присоединяется, потом отсоединяется, к следующей бежит, и так он убегает все эти клетки, да. Но АЗП, похожий на инсулин, присоединяется к этому информационному порту, нарисую другим цветом, присоединяется к этому информационному порту и блокирует порт. Он не отсоединяется. Таким образом, у нас клетка не может получать дальше команды, она не берёт в себя глюкозу, она погибает. АЗП уничтожает клетки. То есть, каждая, вот, одна молекула всего способна уничтожить одну клетку. А при таком раскладе другие клетки начинают остерегаться, присоединять к себе инсулин. А знаете, есть такая шутка с грибами. Если там есть сомнения, значит, ядовитый гриб или съедобный, вот, если не различаешь, лучше вообще не брать. Вот с грибами, есть сомнения, не бери. Клетки, у них есть сомнения, они не берут. И получается теперь у нас, что у нас инсулина может быть в организме много, а клетки его не забирают. Это то, что называется резистентность. То есть, невосприимчивость клеток к инсулину. Об этом много говорят, много советов, что делать. Резистентность. Это и есть вещь, которая приводит к диабету, к сахарному диабету. Резистентность, невосприимчивость клеток. Значит, предвестник, можно сказать. Все равно в той или иной степени, так сказать, уже развившийся диабет. Ну, что такое диабет, когда он признается как заболевание? Что это уже значит, что ситуация достигла какой-то вот такой точки болезни. А когда это идет в небольшом объеме, ну, это еще не болезнь. Вы еще врачи не интересуете. Они не могут вписать ваш диагноз в большие-большие списки. Классификатор болезни. МКБ-10. Десятая версия международного классификатора болезни. Огромные тысячи-тысячи страниц. У каждого свой код. Вот такая универсализация. Не могут они вписать вас туда еще по вашим показателям. Но, значит, при этом врачи не знают причин явления этой резистентности. То есть, глюкоза есть. Это и появляется то, что избыточный сахар в крови. Глюкоза есть в крови, но она не воспринимается организмом. В недостаточной степени, может быть. Значит, и врачи говорят, что к резистентности склонны люди с избыточной массой тела. Запомни вот это, да? То есть, говорят, что с избыточной массой тела. Избыточная масса. Вот. Они это заметили, что это у нас есть сочетание такое. Вот. И у гипертоников. То есть, у тех, кто избыточная масса тела, плюс гипертоники. То есть, повышенное давление у вас случается, да? Гипертоники. И инсулинорезистентность сама по себе за счет этого избытка сахара ведет к поражению сосудов. То есть, в принципе, ну как бы частью диабета является эта проблема с сосудами. И это тоже врачи знают. Значит, у нас получается примерно следующее. У нас клетки эндотелия, мы говорили, что у нас вот в каждом сосуде, а капилляры полностью состоят из эндотелия, да? Значит, в каждом сосуде у нас есть такой покровный слой, называется эндотелий. И клетки эндотелия сами по себе являются довольно такой важной штукой. А они не только защитный слой обеспечивают. Они выделяют из себя некоторые вещества. Они, в принципе, как большая-большая, огромная наша какая-то железа такая работает. То есть, они некоторые вещества необходимое телу вырабатывают. Но вот они тоже хуже принимают инсулин. У них тоже резистентность поступает. И они не выделяют вещества, которые расслабляют сосуды. То есть, они должны выделять вещества, которые расслабляют сосуды. Должен выделяться оксид азота, нитроглицерин. Это вот источник этого оксида азота. Почему людям, когда проблемы с сосудами, с сердцем, они кладут под язык нитроглицерин. Собственно, за что была получена Нобелевская премия, в конце концов, за тот самый оксид азота, и после этого Нобелевское время люди начали делать виагру. То есть, всё это вот так связано. Потому что и половая слабость тоже связана с сосудами. Значит, должен вырабатываться оксид сосудов. А не вырабатывается, происходит массированное поражение сосудов. И крупных, и капилляров. Называют это врачи ангиопатия. Ну, не знаю, нужно запоминать такое слово или нет. Ангиопатия. Что значит ангиопатия? Ну, это значит, что ангиопатия – это сосуд, ангиопатия – это боль страдания, то есть, массовое поражение сосудов. Мишенью болезни вот этой, сахарный диабет или преддиабетическое состояние, является сердце и ноги. Именно там проблемы начинаются с сосудами. Со временем переходит в диабет. Ситуация с сосудами становится ещё хуже. Значит, у нас появляются следующие проявления. Вы, может быть, видели там у диабетиков несчастных, что чёрная венозная сетка на ногах появляется. А в перспективе может случиться гангрена, то есть, просто отмирание клеток из-за того, что они плохо снабжаются кровью. А глюкозы там всё так же много. И это среда для патогенных бактерий, которые начинают, значит, там размножаться. Врачи разводят руками. Не знаем, откуда появляется сахарный диабет, откуда берётся резистентность и так далее, и так далее. Но Стив Гандри, про него я говорил, приводит в своей книге множество примеров, реальных кейсов, когда диабет исчез, потому что люди перестали принимать продукции, у которых есть АЗП. Проблема с диабетом, проблема с сердцем, с сосудами, проблема с давлением уходит, значит, после того, как люди просто перестают есть злаковые. Пшеница, овёс, значит, рожь, ячмень. Ну, говорил уже, да, Тони Роббинс. Вот к нему пришёл Тони Роббинс. Вот известнейший лектор этот, коуч, как сейчас говорят, то есть огромное число последователей, они там все вегетарианцы, у него там чуть ли не какой-то там индийский какой-то там кульс, они там, значит, какие-то там себе специальные там блюда индийской кухни едят и всё остальное. Диабет, поражённые сосуды, высокое давление. Отказался от всего хлебного, вот, забыл про диабет. Я в своё время прочёл эту книгу Гандри, отказался от всего, что связано с этим АЗП. Немного стало, ну, как бы непросто, это может быть вначале, да, то есть ведь, смотрите, хлеб, блинчики, оладьи, вареники, пельмени, пицца, пироги, пирожки, лапша, макароны, шаурма, бутерброды, овсянка, манка, перловка, значит, потом пшеничная каша, пиво, ну, я его не пью, да, но пиво, квас, значит, печенье, пряники, пирожные, просто вот торты, просто огромное количество пищи, в которой есть вот этот АЗП. Также я отказался от куриного мяса и искусственно выращенной рыбы. Их выращивают тоже, кормят очень активно, значит, пшеницей какой-то, или комбикормами из этой пшеницы. И у них в тканях очень много тоже этого АЗП. Это проверяется легко, то есть, допустим, если начнёте курицу, не дай бог, кормить там какими-то отходами рыбного производства, мясо курицы будут вонять рыбой. Мы когда-то ещё там, знаете, в такие последние советские времена, там конец 80-х, поехали, помню, на экскурсии в Волгоград, и я там выпил молока, и был удивлён, что прям вкус прям рыбный какой-то, рыбой отдаёт. Ну, коров там кормили каким-то комбикормом, да, то есть, там, может быть, местные жители привыкли уже, а мне просто, ой, прям не могу. Вот, то есть, то, чем вы кормите, то вы и найдёте в, так сказать, в тканях и это самое. Что произошло у меня после того, как я отказался полностью от этого всего? Ну, во-первых, конечно, плюсом является то, что перекусы исчезли. Если, допустим, там где-то шоу, там, тут продукт, там, шаурма, там, или там хот-дог, я мог бы его взять, купить и съесть, но сейчас я не покупаю, не съедаю, потому что я не ем этого всего. Вот, и как оказалось, весь фастфуд, весь фастфуд содержит, конечно, хлебную продукцию. И стал меньше, конечно, перекусывать. Но, значит, первое, что случилось, практически сразу, практически через, там, неделю или несколько дней, у меня исчезла жажда, да, то есть, как бы, была такая небольшая, избыточная жажда. Я мог пить воды, то есть, время от времени почувствую, что раз и пошёл попил. И я думал, что это хорошо, да, ну, уже, говорят же, нужно пить много воды, там, да, там, полтора литра, и всё такое, думаю, ну, хорошо, там, я пью воду. Соответственно, мочеиспускание тоже, там, достаточно большое. Что вообще значит слово диабет? Диабет – это от греческого слова диабайн – прохожу, пересекаю, да? То есть, буквально это слово означает, что вода сквозь вас проходит. То есть, диабет – это буквально слово означает, что происхождение слова, что вода сквозь вас проходит. Диабет бывает не только сахарным. И смысл диабета в том, что избыточная жажда, избыточное мочеиспускание. Так вот, это у меня сразу прекратилось. Более того, я могу теперь сказать, что когда людей пропагандируют, заставляют, побуждают пить много воды в течение дня, это скрывает симптомы этого явления, то есть, преддиабетического какого-то состояния. Это я совершенно точно могу сказать. И я перестал пить воду. Воды пью ровно столько, сколько хочется. Хочется обычно мало. Может быть, я пару стаканов в день выпиваю просто воды, потому что не хочется. Ведь вода может производиться не только из воды. У вас, когда расщепляются углеводы, когда расщепляются жиры, у вас вырабатывается энергия, но как они расщепляются? У вас появляется энергия, появляется углекислый газ и вода. То есть, у вас, в принципе, источник воды есть, когда у вас есть пища. Даже это является источником воды. Как верблюды накапливают воду. В этих горбах там же жир. Вот. Этот жир потом преобразуется в энергию, и так вода у них появляется. Поэтому я не могу сказать, что только вода является источником. Конечно, когда я работаю активно, когда потею, конечно, я пью воду. Вот. Дальше. Потом у меня рассеялся туман в голове. Да? Вот. Несмотря на то, что мое мышление ясное, четкое, восприятие прекрасное, я очень хорошо вижу такой красивый мир, изящный. А в какой-то момент, где-то через пару недель, я обнаружил, что у меня бац, и картинки стали яркими, красивыми, насыщенными, цвета и все остальное. И Гандри об этом пишет, что рассеивается туман в голове. И я это вдруг обнаружил. Да? И, конечно, это помогает мышление делать более ясным. Далее. У меня стал снижаться вес. То есть, вот как бы я пишу. Это я пишу, что у нас при АЗП будет жажда, туман в голове, избыточный вес. Вот. Ну, какой-то момент, то есть, я вообще не страдал этим весом большим, но в какой-то момент у меня начались, вот, все-таки, то ли возрастные, то ли что там, как бы, ну, стал набирать, там уже там 78-79 килограмм стало. Все, вес начался, начал снижаться, живот немножко сдулся. Значит, и сейчас где-то это 74-75 килограмм при росте 174. То есть, в принципе, как бы, ничего не менял больше в питании. Вот ем, что мне нравится. А никаких спортов у меня нет. Ну, не то, чтобы я пропагандирую, чтобы вы не занимались спортом, но просто в силу, как бы, физических недомоганий определенных я не занимаюсь спортом. Далее. У меня проблема исчезла с носом. То есть, вот то, что называют люди ренит, заложенность носа. Да? Вот у меня эта заложенность носа. Я сейчас смотрю и замечаю это. Я вижу это повсеместно. Я вижу лекторов, я вижу людей, которые выступают по телевизору, я вижу людей, которые записывают видео и выкладывают в YouTube. Я вижу президента нашего, Владимира Владимировича, который ведет конференции свои, шмыгает носом. Это просто везде. Вы видите, это также по рекламе этих средств, которые там два пшика, и ты свободен весь день. То есть, это проблема с этим носом повсеместно. Видите, я нормально дышу. Вот. У меня есть небольшие там звуки. Все-таки у меня небольшое искривление перегородки есть. И зимой. Вот сейчас зима. У нас довольно сухо в помещении. Зимой вообще начинается повышенная сухость. Вот эта влажность минимальная. За счет батареи все выжигает, все выгорает. У нас не так давно было все уставлено увлажнителями. Мы постоянно это сам. Не стоя на это, все равно какие-то к утру полностью все заложено в носу. Полностью какие-то корки. Какие-то и кровяные корки. Все это там вычищаешь. И все равно это продолжалось. И все это было у меня с подросткового возраста. Вот началось все. И дальше больше. Так с подросткового возраста все это происходило. Ничего не улучшилось. Ничего бы я ни делал. Я ее нос промывал, помню. О, Господи. Знаете, когда я занимался йогой, там есть такое, что там воду затягиваешь в одну, назови, выливаешь в другую. Все это было, но все это никогда не приводило к какому-то результату. Все время была проблема с носом. Она ушла. Проблема с носом. Постепенно улучшилась ситуация с сердцем. У меня есть проблема с сердцем. Серьезное давнее заболевание. Ну, такое, которое требует, как говорят врачи, оперативного вмешательства. А стал спать на левом боку. Не мог спать, потому что сердце. Все, сплю, как сплю. Умеренные физические нагрузки совершаю. Это я вам просто говорю вот вещи, которые произошли со мной. Несколько месяцев сохранялась тяга к мучному и к кашам. Ну, месяца три, может быть, четыре. Потом прошло. Перестройка произошла микроорганизмов. Ведь микроорганизмы наши в животе управляют нашими пищевыми пристрастиями. Именно они говорят нам, что нам нужно есть. Они говорят, вот хотим вот этого. Вот это будет вкусно, а это невкусно. Даже сейчас запах выпечки вызывает неприятные ощущения. Я понимаю, что это вообще невкусная, нехорошая еда. В целом, запахи и вкусы стали отчётливы и более точные, более приятные. Я всё больше чувствую запах. Но может, это, конечно, иногда мешает, потому что у нас не всегда хорошие запахи всё-таки в городах. Далее. И это продолжает улучшаться. Почему мучное вызывает эти жировые отложения? То есть, у нас, я говорил, что вот в Америке, у них просто, я когда-то, знаете, когда посмотрю, там какие-то передачи, бывает там наши женщины уехали, где-то они там живут в Америке, вот они там ведут какие-то передачи, как они живут в Америке. Просто они приносят этой упаковки. И просто ты понимаешь, что там просто всё мучное и всё насыпано какими-то химией какой-то. Значит, Стивен Гандри говорит о том, что у нас отложение жира происходит в тех местах, где идёт постоянно какой-то воспалительный процесс. То есть, вот это ЗП вызывает какие-то места в воспалительный процесс, ну, в животе, понятное дело, да? И там происходит отложение жира, как будто организм накапливает ресурс для того, чтобы отражать какие-то там атаки, что-то там улаживать. Вот, и у нас кишечник, всё там облеплено этим жиром. Сердце, да, начинает страдать от ЭЗП, оно облеплено становится жиром. Там ноги могут быть облеплены жиром. Почему, например, курица, вот откормленная, магазинная, такая жирная, да? Если курица будет бегать у вас, как вот она и должна, там копать навоз, там рыть, там находить червячков, звать цыпляток, она не будет никогда жирная. Она будет хорошая, мясистая, плотная, вкусная, но не будет жирная. Но у нас курицы из выкормленной птицефабриках жирные, потому что в них их кормят вот этим вот самым пшеничным всем очень часто много, и они жиреют, да? Далее, как появляется модная, примодная мраморная говядина, дорогущая, да? Да, этих бедных жичков, бычков последние три месяца просто запихивают в них пшеницу. Их просто кормят пшеницей. У них изжога. Им запихивают туда антоциды, эти вещества, которые снижают кислотность желудка. И запихивают, запихивают пшеницу. Поэтому у них в мышцах появляются такие прожилочки. Вот у них мышцы, мышцы, мышцы. И тут появляются беленькие прожилочки. Ну, давайте, как я нарисую. Это мышцы, да? Тут появляются такие беленькие прожилочки. Это жир. И этот жир содержит ЭЗП тоже. И он от этого и появился там, да? Дальше. Шлаки. Появляются избыточные, потому что идет большое клеточное разрушение. У нас постоянно идет просто распад. Постоянно нам нужно организму строить новые клетки. И продукты распада. Когда организм не успевает утилизировать, он жировую ткань строит для того, чтобы складывать туда эти шлаковые вещества. Всегда, когда есть какое-то избыточное отравление какое-то, присутствует какое-то такое, или внутренняя интоксикация, или какая-то микробная, они начинают строить вот эти вот жировые отложения. Это как хранилище. Жировые клетки очень редко как бы возобновляются. Вот там раз в несколько лет. Диабет, и поэтому это все там лежит, лежит, и не особо вылазит. Вот. Значит, конечно, то, что я рассказал, это про меня, но это касается, судя по Стивену Гандре, в основном очень многого количества людей. Очень большого количества людей. Вот этот скрытый диабет. Причем он сначала будет скрытым, потом не скрытым. Ведь что такое диабет? Диабет бывает двух типов. Первый тип диабета – это у вас, ну не у вас, у человека от рождения клетки, которые должны вырабатывать инсулин, не вырабатывают. У него просто от рождения такая беда случилась. Второй тип развивается по другой схеме. Второй тип сначала, значит, это инсулинорезистентность, то есть клетки не воспринимают инсулин, из-за этого проблемы, 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 проблемы растут. Потом это может привести к тому, что даже клетки в поджелудочной железе вашей, которые должны вырабатывать инсулин, они отмирают. Вот, они как бы все. А если человек начинает себе делать инсулинотерапию дополнительную, его подсаживают на инсулин, как только человека подсадили на инсулин, у него очень скоро клетки в поджелудочной железе перестанут работать. Вот эти островки Ларгенганса, такие в поджелудочной железе там есть, мельчайшие, их даже не нарисуешь. Уже одна поджелудочная железа, ну как, она тут немножко потолще, вот так, пожалуй. Вот, в ней есть там мельчайшие такие островки рассеянные, в них вырабатывается, в том числе, инсулин. Они становятся маленькими и исчезают. Все, их нет. И больше, как бы вы не восстановите свою способность вырабатывать инсулин, вы просто по конец своих дней инвалид. Далее. Про количество, да? Чтобы вот не было такого впечатления, что, ну, как бы чуть-чуть же не страшно. Вот вам пример один. Значит, в прошлом году на масленицу, примерно вот в это же самое время, я съел всего один блин. Масленица же. Один блин я съел. Три дня избыточная жажда у меня была. То есть, количество нужны небольшие для того, чтобы у вас были какие-то вот… Это было уже в том время, после полугода воздержания. Значит, что вы можете, как вы можете вообще питаться, да? Ну, может быть, об этом нужно отдельное видео делать. Вот. Но, как вы можете питаться? Ну, значит, это рисовая мука есть. Есть рисовая мука и рисовая лапша есть. Рисовая вермишель есть, можно ее покупать и использовать. Гречка. Вот. Ну, из гречки там, допустим, вы вермишель не сделаете именно с самой гречки. В ней нет вот этого клеющего вещества, к сожалению. Но вы всегда можете кушать. Потом у нас есть кукурузная мука, кстати. Да, кукуруза тоже, пожалуйста, кушайте, подходит. Ну, может быть, оладушков там не особо слепите и сделайте. Ну, можно на самом деле. Можно просто использовать, добавлять только крахмал и яйцо. И, в принципе, тоже будет неплохо жариться. Вот. В общем, освоили много рецептов уже, которые там не требуют хлеба. В добавок в конце я там еще скажу, что у нас вот даже эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, да? А она же ведь охватила и США, и Европу, но не коснулась, например, Юго-Восточной Азии. Китай, Япония. То есть, они там используют рис. У них нет традиционной кухни такой пшеничной. Может, часто у них уже там внедрилось. И у них там нет такой проблемы с этим сердцем. Вот. У них просто вот как бы привыкли они этот рис есть, и они кушают этот рис. Вот. Это такой известный довольно факт. Конечно, пшеницу фермеры заинтересованы выращивать. Это опять бизнес, потому что пшеница при своевременном способе ее возделывания дает сумасшедший урожай. Вы можете с одного гектара собрать 50 центнеров. То есть, до 50 центнеров. То есть, понимаете, 5 тонн пшеницы вы собираете с одного гектара. Гречки вы соберете максимум тонну, там чуть больше тонны, да? То есть, во много раз меньше. Поэтому, конечно, значит, фермер заинтересован в том, чтобы выращивать вот эту именно монокультуру, везде ее выращивать, везде ее продвигать, проталкивать. Тем более, она хорошо хранится, мука хранится долго. Из муки можно делать все, что угодно, расходится везде. Главное, подсадить все население на вот эту пшеницу. Никакого заговора. Опять же, просто вот в силу особенностей вот так происходило. Причем раньше, когда люди жили на селе, они не питались никогда много. И как бы они набирали лишний вес по осени, да, к зиме. А зимой они жили скудно и питались не очень так много. И к весне они, конечно, худели. Летняя работа интенсивная, большая, тяжелая. Все, она, значит, к осени заканчивалась. И осенью опять человек только отъедался. Убирал себе жир. Никто там не был особо толстый. И такой проблемы прям у людей не было. С одной стороны. С другой стороны, раньше люди жили-то в среднем, что 40-45 лет уже старик. Уже человек к 50 годам не имеет зубов, умирает. У нас сейчас другие возможности. И нам нужно использовать достижения науки современной, знания эти для того, чтобы по-другому организовать свою жизнь. Единственное, к чему я все время призываю, это к тому, чтобы вы не занимались только телом, не увлекались им. Потому что тело – это инструмент. Важно, чтобы с помощью этого тела вы творили свои хорошие дела. Чтобы оно вам не мешало. То есть, как автомобиль? Подлатал, подлечил. То есть, он вам не для того, чтобы перед красавицами щеголять и ездить. Хотя тоже так люди используют его. Но в основном автомобиль – рабочая лошадка. Он выполняет какую-то работу. Сейчас же и тело. Оно вырабатывает свою работу. Например, я раньше, вот, да только отказался от АЗП, да мне трудно было, значит, работать целый день. Я полдня мог только работать. Потом, если я, допустим, не доспал ночью, там, ну спал, допустим, там 4-5 часов, я там целый день толком не мог работать. Ну, в силу проблемы с сердцем, да. А все, это все ушло. Я могу почти не спать, встать и работать. Я не говорю, что это хорошо, не призываю к этому. Нужно спать, нужно отдыхать. Но работоспособность стала совсем другого уровня. Вот. Это просто небо и земля. Поэтому, если у вас есть решимость такая, можете попробовать отказаться. Да. Если брать мочу, мочу, да, то в мочи будет такой показатель, удельный вес. Удельный вес. Ну, или удельная плотность, да. Она должна быть где-то 10-22. Где-то вот так, 1-22. И вы свои диабетические состояния можете увидеть, если у вас есть какие-то анализы мочи, можете увидеть по ним. Если у вас это пойдет вверх, если у вас показатель будет там уже, допустим, 1-0-30, да, там 1-0-28 даже, да. Вот. Это уже сигнальчик, что в моче вашей слишком много минеральных веществ. Значит, организм начинает выбрасывать их из себя. И это и есть признак диабета, потому что с мочой у вас начинают вымываться соли, электролиты. Это тоже большая проблема в диабете, что минеральные соли начнут покидать организмы, кальций в том числе. И кости могут стать хрупкими. Вот. Смотрите вот на этот показатель. Если он есть, то даже если глюкоза в норме, и даже если у вас там и диабета этого не видно. Но если вот на этом фоне вы чувствуете, что у вас излишняя жажда есть, что вы все-таки пьете довольно много воды, и возможно, есть вот эта инсулинорезистентность, возможно, есть вот это преддиабетические какие-то состояния, откажитесь от ЭЗП. Это немножко как бы изменит вашу схему питания. Ничего страшного. Все это там через 3-4 месяца полностью вкусовые предпочтения изменятся. С вами был Анучин Олег. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пусть много людей узнают эти замечательные, ценные данные. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok